МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире наши новости в студии Юлия Диасамидзе. Сегодня в выпуске. 21 ноября отмечается День работника налоговых органов России. В Березовской начальной школе прошел очередной тематический классный час на тему профессии наших родителей. В Игриме стартовала 10-я юбилейная спартакиада среди работников трудовых коллективов поселка. Об этом и о многом другом смотрите в нашем выпуске новостей. В администрации Березовского района прошло заседание Организационного комитета по проведению российской научной конференции «Меньшиковские чтения-2015» под председательством Ирины Чечеткиной, первого заместителя главы администрации района по социальным вопросам, с участием представителей средств массовой информации, городского поселения Березово, правоохранительных органов, Комитета по культуре и кино. На повестке не обсуждались вопросы организации и проведения конференции. В концертном зале детской школы искусства и доклады и сообщения с видеопрезентациями представят более 30 участников. Научный свет из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Нижневартовска, Омской области, городов Ханты-Мансийска, Сургута, Березовского и Белоярского районов. Привозят очень интересные краеведческие работы, такие как, например, по газу, по приполярному Уралу, по репрессированным, репрессированные немцы, вот сейчас я посмотрела перечень тем, очень много интересных работ, и по сельскому хозяйству. Но все, что касается нашей территории, все стараются, потому что знают, что мы заинтересованы пополнять нашу историю именно всеми интересными фактами. Конечно, люди университетов, других городах могут себе позволить работать в архивах, находят документы, фотографии, и когда приезжают к нам в Березово, делятся этой информацией, мы, конечно, только рады этому, потому что все вместе мы делаем, собираем историю Березово по крупицам. И думаю, что это нам удается. Ежегодно с 2000 года, 21 ноября, отмечается День работника налоговых органов России. Сегодня данная служба является одной из наиболее эффективных и влиятельных структур государственного управления опорой власти и гарантом экономической безопасности нашей страны. В налоговых органах работают профессиональные и опытные специалисты. Продолжит тему Сергей Чупыра. Уже как 15 лет Наталья Менщикова работает в налоговой инспекции. В 2000 году после окончания факультета мировой экономики в Тюменском госуниверситете вернулась домой, в Березово. За эти годы прошла путь от инспектора до заместителя начальника межрайонной налоговой службы. С ее слов, налоговая служба на сегодняшний день достаточно динамична и мобильна, и прежде всего благодаря развитию электронных сервисов. Мы переходим от бумажного носителя к электронному документу обороту. На сегодняшний день Федеральная налоговая служба получила премию в ноябре месяце. Рунет.ру Она фактически, как говорится, признана лучшей в части создания интерактивных сервисов. Интерактивные сервисы были в номинации представлены государству и общество. Почему? Потому что мы создали общенациональный сайт налог.ру. В 2015 году его посетило только 65 миллионов человек. Современные технологии позволяют налогоплательщику, а как говорят сейчас налоговики, клиенту, минимальные временные сроки, а порой и не выходя из дома, заполнить декларацию о доходах, подготовить документы по налоговому вычету. Но несмотря на это, специалисты данной службы всегда готовы провести консультации с жителями по любым интересующим вопросам. Светлана Кузьмина также в налоговой инспекции работает 15 лет. Занимается проверкой деклараций и других документов, необходимых при получении социальных налоговых вычетов. В основном, значит, возврат происходит у нас по налогу на доходы физических лиц. Это за обучение, то есть за свое можно обучение подать и за обучение детей. За обучение детей не более 50 тысяч ограничений, за свое обучение не более 120 тысяч. Также за имущественный вычет это приобретение квартиры или дома с земельным участком. Потом у нас негостратный пенсионный фонд, можно тоже подать вычет, получить. Лечение. Тоже лечение у нас как бы два вида предусматривается. Дорогостоящее лечение возвращается в полном объеме. И простое лечение, там тоже ограничение до 120 тысяч, не более 120 тысяч. За лечение можно подать, как за несовершеннолетних детей до 18 лет. И за родителей. Что же касается собираемости налогов, а они всегда были неотъемлемой частью консолидированного бюджета района, то, как отметила Наталья Менщикова, показатели этого года, скорее всего, будут самыми низкими за последние пять лет. И этому есть объяснение. Кризис. Но, как говорят экономисты, это явление временное и преодолимое. От имени нашего коллектива я бы хотела поздравить ветеранов налоговой службы, те, которые стояли у первоистоков, Пимантия Владимира Александровича, Простегову Степаниту Моисеевну и всех сотрудников, которые работали в стенах инспекции по Березовскому району с профессиональным праздником Днем налоговой службы. Хотела пожелать добра, мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Несмотря на важность праздника, День налоговых органов Российской Федерации отмечается скорее в рабочих коллективах, а не в масштабе всей страны. Сергей Чупыра, Роман Тягунов. Авторское телевидение «Березово». В Березовской начальной школе прошел очередной тематический классный час на тему профессии наших родителей, где ребята познакомились с одной из самых почитаемых профессий. Подробности материалей Юлии Астаховой. Это был очередной классный час в данном учебном заведении на тему профессии наших родителей, где ребята познакомились со сферой деятельности медицинских работников, докторов, медицинских сестер, фельдшеров и санитаров. Со всеми теми, кто помогает нам быть здоровыми. Классный час открыли сами ученики со стихами честного неодокторов. Их заботливые руки облегчают мамам муки, Чтобы мы могли родиться, не дай Бог нам простудиться, Подхватить бронхит или горит, сразу вспомним мы о них. Банкрыния расскажет каждый, как умелый и отважный, Как как будто не маним, чтобы улучшить состояние, Как борясь за жизнь людей, забывают о своей. Вожатыми этого класса была подготовлена презентация об истории зарождения науки и медицины, О самых первых врачах и древних медицинских инструментах и лекарствах. С загадками и каверзными вопросами дети справились без труда. И, как выяснилось по ответам на вопросы, большинство ребят из класса хотят стать докторами, Чтобы в случае недуга прийти на помощь. Чтобы они редко болели, чтобы они жили и были здоровыми. Также на встречу к ученикам пришли родители, которые работают в сфере здравоохранения. Они поделились с ребятами, где учились, кем они именно работают, почему они выбрали эту профессию. Сейчас дети с малого возраста задумываются о профессии, кем они будут. Еще в жизни предстоит выбрать, конечно, много, но надо детям представлять каждую профессию. Это очень хорошо, что такие мероприятия проводятся. Без больницы никуда, как говорится. В больницу все равно придешь, помогут, вылечат. По мнению специалистов, если профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием личности на всех возрастных этапах, то младший школьный возраст можно рассматривать как подготовительный, закладывающий основы профессионального самоопределения. На протяжении всего учебного года у нас запланированы мероприятия по теме профессии наших родителей. И несколько раз мы уже ходили в ГАИ, были в «Жизнь Югры», в газете «Жизнь Югры». Данное мероприятие посвящено медицинским работникам. Цель этого занятия – дать представление о работнике, о профессии медицинского работника и значении роль в жизни каждого человека именно в этой профессии. О том, что именно медицинский работник с самого рождения и на протяжении всей жизни сопровождает любого человека и здорового, и больного. И о том, что бывает такое, что и маленькие дети, начиная с маленького дошкольного возраста, мечтают стать медиками и воплощают это во взрослой жизни. Хочется отметить, что на данном классном часе ученики познакомились с жизнью и работой Владимира Ивановича Берсенева, который за годы работы спасал жизни тысячи жителей Березовского района. «Слава, слава, слава, слава!» Юлия Астахова, Роман Тягунов, авторское телевидение «Березово». В преддверии юбилея Ханты-Мансийского округа мы продолжаем рассказывать о людях, чья жизнь и судьба тесно переплетены с историей нашего северного края, кто отдал малой родине все свои силы, знания и талант. Наш гримский корреспондент познакомился с женщиной, которая половину своей жизни посвятила сохранению здоровья и гримчан. Еще одна уникальная история судьбы в нашем следующем репортаже. Если на время переместиться в 70-е годы прошлого века, то, по воспоминаниям старожилов, все жители молодого поселка Игрим тогда были объединены одной идеей, одним стремлением – дать стране газ. И пока разведывались месторождения, строились газопроводы, в маленькие рабочие поселки приезжали молодые специалисты – учителя, врачи, медсестры, без которых было бы невозможно освоение русского севера. Вот так же волею судьбы в 1977 году в Игрим приехала молодая медсестра Нина Зыкина. Родилась я в 1941 год. Это уже многое говорит. Два месяца до начала войны я родилась 30 марта в городе Ленинграде. Это еще больше о чем-то говорит. Во время эвакуации маленькую Нину вывезли на Урал. Потом, уже в 60-х годах, после окончания Южноуральской школы медицинских сестер, в поисках романтики Нина Павловна вместе со знакомыми отправилась на Молдавскую ГРЭС. Там вышла замуж и родила двух сыновей. И вот в 1977 году приехала в Игрим навестить родственников. А получилось навсегда. Прямо вот самолет прилетел в 12, а я где-то часа в 4 пошла. У меня здесь мамин брат, дядя, значит, мои двоюродные сестры. И они лежали в больнице. И я с Молдавией сразу с виноградом, с яблоками пошла в больницу их навестить. И зашла к старшей сестерее. Вам нужны? Нужны. Все. Я со следующего дня уже проходила метасмотр. И приняли меня на работу. Сначала работа операционной медсестрой. И хотя времена были другие, не было такого медицинского оборудования, но ответственность была еще выше. У нас были такие специалисты. Я работала в хирургии. Мы отправляли только онкологию в Тюмень. Все делали на месте. Когда я поступила сюда, пришла на работу, и вот звонят, значит, срочно готовьте капельницу с огнестрельным ранением. Я сначала думала, войны нет. Почему огнестрельная? Про операцию больного, да? Ну, домой же уходишь. И утром бежишь быстрее к этому больному. Как же он себя чувствует после операции? Нет, я любила свою работу. Мне нравилась моя работа. Среди семейных фотографий Нина Павловна бережно хранит пожелтевшую вырезку из местной газеты «Путь к коммунизму», датированной 1980-м годом. Тогда только-только было построено двухэтажное здание больничного комплекса, шикарное по тем временам в кирпичном исполнении. По этому поводу даже вышла статья. Вот наш главный врач Валерий Алексеевич, вот наш хирург Александр Иванович Пашпетин. Ну, и меня узнаете? Прекрасный врач-хирург Александр Иванович Пашпетин. А Берстенев Владимир Иванович в помощь, когда очень сложное что-то, всегда его приглашали. А так Александр Иванович, Марк Иванович, это наши хирурги, это, я не знаю, золотые руки. Вот хирурги от Бога, это точно. Так хочется поблагодарить вот всех, я не знаю, у меня столько вот переполняет все. Коллектив какой у нас хороший был. Какие у нас были руководители, главные врачи. Каденцев Валерий Алексеевич. Это умница. Ну, я не знаю, слов нет. Организатор. Ну, все, умнейший руководитель, грамотный. Коллектив боялись мы его, но уважали. Везде, везде впереди. Он впереди, мы за ним. Все субботники, все покосы, все это было. Коллектив, сам коллектив был работоспособный, профессионально грамотный, дружный. Потом были 18 лет работы старшей медсестрой в поликлинике. А потом, когда уже и пенсионный возраст давным-давно наступил, Нина Павловна еще 12 лет проработала на приеме у врача-невролога. Ну, как вы тут поживаете, девочки? Хорошо работаю. Не скучаете без меня? Бывает, скучаю. На пенсию Нина Павловна вышла только пару лет назад, когда ей уже исполнилось 72 года. Но общение с коллегами продолжается. По традиции, все праздники вместе. И переезжать куда-либо даже и мысли не возникает. И я постоянно что-то, да, готовлю. Ну, на праздники я люблю торт печь. Я торты пеку. Люблю гостей встречать. Ну, летом огородик небольшой. И там, и так, небольшой. Но в этом году я морковки собрала, 6, юдер. И грим. Вы посмотрите, какой грим. Нам в клубе ветеранов показывали старый грим. Думаю, боже мой, вот он. Я в 77 году приехала. Вот эта грязь, какие-то ямы, лужи, собаки. А вы посмотрите, какой сейчас и грим. Сказка. Я люблю свой и грим. Нина Павловна, конечно, не ровесник Хантамансийского округа. Она гораздо моложе и по духу, и по своей внешней обаятельной красоте. Однако почти половина жизни, 36 лет, отданы Игримской районной больнице. 36 лет на страже здоровья и гримчан. Оксана Дятлова, Дмитрий Нитин, авторское телевидение Березова, Игрим. И к другим темам. 10 обращений граждан в ОМВД по Березовскому району по преступлениям, содержащим признаки так называемого телефонного мошенничества. Такова статистика правоохранительных органов муниципального образования на сегодняшний день. По части материалов проводится проверка. По некоторым уже возбуждены уголовные дела. Подробности в материале Вячеслава Селезнева. За 20 лет службы в органах внутренних дел Николай Охолков неоднократно сталкивался с различными видами преступлений, в том числе хищениями чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием. Но что касается именно телефонного, мошенничество осталось каждым годом все сложнее держать в памяти количество проверок и возбужденных уголовных дел. Завидная доверчивость многих жителей района, похоже, идет в ногу со все новыми видами криминальных уловок. Последний случай, когда впоследствии потерпевшей пришло СМС-сообщение с информацией о блокировке карты, прямое тому подтверждение. Для разблокировки женщина перезвонила на указанный номер телефона в СМС-сообщении и мнимый сотрудник банка рассказал ей, какие необходимо сообщить данные. После всех действий пострадавшая поняла, что отдала мошенникам все бывшие на счету денежные средства. Это более 25 тысяч рублей. Следует отметить, что более 25 тысяч рублей не есть предел финансовых потерь в разрезе аналогичных преступлений. В практике работы районной полиции встречались суммы на порядок, превышающие, означенную выше. На сегодняшний день в ОМВД зафиксировано 10 обращений, связанных с телефонными эксцессами. Я считаю, что это много и недопустимо, и не нужно быть менее доверчивым, перепроверять необходимую информацию и не поддаваться мошенническим действиям. Не поддаваться мошенническим действиям настоятельно рекомендуют и сотрудники финансово-кредитных учреждений. Всего-то требуется позвонить в круглосуточную службу поддержки клиентов. В противном случае денежные потери – уголовное дело, причем сложное в своем раскрытии преступления. Как правило, это сим-карты мошенников, они оформлены на подставных лиц, либо вот эти переводы на телефонные счета тоже очень сложно отследить, кто в дальнейшем эти деньги получил. Внимут ли рекомендациям специалистов владельцы банковских карт, пока остается загадкой. Вячеслав Сориснев, Владимир Чернышев, АТВ «Березово». В игре не стартовала 10-я юбилейная спартакиада среди работников трудовых коллективов поселка. Традиционно она будет проходить в течение всего года. Организаторы внесли в программу 14 различных видов спорта, в том числе соревнования по подлёдному лову. Изначально заявилось 10 команд. Все ли дойдут до финиша, покажет время. Подробности в материале Оксаны Дятловой. Сразу хочется отметить, что организаторы на этот раз внесли некоторые изменения в положение спартакиады. Это сделано для того, чтобы привлечь к участию как можно больше команд, в том числе небольших. К примеру, больница, пожарники отдельно, охрана, полиция отдельно. Они не могут выставить, потому что это связано с их графиком работы первое. А больница, естественно, там сложно с мужчинами. Поэтому для того, чтобы привлечь такие команды, мы предложили следующее положение. То есть 14 видов в спартакиаде, 2 вида, в 2 видах любая команда может не участвовать без штрафных очков. Дальше штраф идёт за каждое неучастие минус 1 очко. Открыли очередную юбилейную спартакиаду соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Надо сказать, что этот вид спорта завершал прошлую 9-ю спартакиаду. В этот раз он явился стартовым. Также следует отметить, что в командных соревнованиях по стрельбе приняли участие не только молодые люди. В состав всех команд в обязательном порядке вошли трое мужчин и одна женщина. Однако правила для всех одинаковые. Стрельба ведётся из положения лёжа. Расстояние до мишени 10 метров. Каждый участник может осуществить 5 пристрелочных выстрела, а затем 10 выстрелов в зачёт. Одно ограничение. Каждой команде надо уложиться в 30 минут. Так вот, на скидку, просто я просматривал сейчас мишени. Значит, из команды полиции есть там неплохие очень результаты. В личном первенстве самая крепкая рука и зоркий глаз оказались у сотрудника полиции Арслана Немеева. У него также рекордное количество попаданий в десятку. Всего на одну очку отстал Сергей Бударин из Приоптрубопроводстроя. Среди девушек самыми меткими можно назвать Веронику Димову, тепловодоканал, и Галину Сабанцеву, выступающую за команду Треста ПТПС. Лучшую меткость на этот раз продемонстрировали работники Треста Приоптрубопроводстрой. Надо сказать, победители последних нескольких лет команда администрации заняла только седьмое место. Также неплохие результаты показали коммунальщики. Работники тепловодоканала заняли второе место. На третьем объединенная команда учителей первой и второй общеобразовательных школ. Следующим видом состязаний, в которых предстоит соревноваться с самым спортивным работником игрима, станет настольный теннис. Оксана Дятлова, Дмитрий Нитин, авторское телевидение «Березова» и «Грим». Это все, что мы хотели вам сегодня рассказать. В студии работала Юлия Десамидзе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова